Самара Гиз Самара Гиз Самара Гиз Самара Гиз Какая погода ожидает нас сегодня? Давайте узнаем. Спонсор прогноза погоды – аптека.ру Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. аптека.ру – всегда выгодно. Во вторник в Самарской области пасмурно, местами пройдет снег, температура воздуха в дневное время – минус 7, минус 9 градусов, ночью – 10-13 ниже нуля. Ветер преимущественно северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызране небо закроет тучи, пройдет снег, днем 7 градусов, с минусом ночью – 10 ниже нуля. В Тольятти пасмурно в течение всего дня будет идти снег, днем минус 9 градусов, ночью – 10. Северо-западный ветер – 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой снег, днем минус 9 градусов, ночью – 13. Ветер северо-западного направления – 4 метра в секунду. Атмосферное давление – 755 миллиметров в ртутного столба. Влажность воздуха – 75%. Ямагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru 29 декабря 1882 года в небольшом уездном городке Николаевке Самарской губернии народился будущий автор «Золотого ключика» детства Никиты Петра I – Алексей Толстой. Творчество Алексея Николаевича Толстого, графа русской и советской литературы, было отмечено государственными премиями СССР. Но главной наградой ему был и остается неостываемый интерес читательский к его произведениям. Вот такой вот сегодня значимый день для истории нашей губернии. Вдох глубокий, ноги шире, не спешите 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Песня Высоцкого «Как нельзя лучше» отражает всю суть утренней зарядки. Она и общеукрепляющая, и отрезвляющая. В общем, делать ее надо. Так что встаем, подтягиваемся и занимаемся зарядкой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Вы смотрите программу САМАРА ПОДЁЕМ У нас на очереди гороскоп. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Близнецы 29 декабря получат от судьбы щедрый новогодний подарок. Вы случайно встретите человека, который оптимально соответствует вашим представлениям об идеальной второй половинке. Раки сегодня попытаются оперативно устранить недуг, сопровождающийся повышением температуры. Рекомендуем обратиться к народной медицине. Львы проведут этот день в очень расслабленном настроении. На работе не останется незаконченных дел, а предпраздничная подготовка полностью завершится. Девы сегодня откажутся следовать голосу своего сердца. Вы решите порвать с человеком, чей социальный статус и доход не будет соответствовать вашему уровню жизни. Весы в этот день рискуют довести себя до полного физического изнеможения. Мечтая, как можно скорее устранить служебный аврал, не переусердствуйте с нагрузкой. Скорпионы 29 декабря 2015 года попытаются реабилитировать свою репутацию на работе, возникшую из-за отказа принять участие в предстоящем корпоративе. Стрельцы в этот день будут заняты подведением итогов уходящего года. Дадите себе слово, что впредь будете более серьезнее относиться к личным делам и к работе. Козероги в этот день попытаются держать полный контроль над происходящим в жизни своей семьи. Вам удастся погасить крупный конфликт. Водолеи сегодня будут заниматься мелкими хлопотами по дому. Подготовите почтовые поздравления для родных, живущих далеко от вас. Рыбам 29 декабря 2015 года предстоит очень приятные хлопоты. После работы вы отправитесь выбирать наряд, оптимально подходящий для предстоящего праздника. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, родители! С праздником, добрые волжские жители! Я хочу поздравить вас с наступающим 2016 годом и пожелать вам пусть грядущий Новый год только счастье принесет, Пусть минуют вас ненастья С Новым годом! С Новым счастьем! Интересно, что 29 декабря в 18 веке на свет появились женщины, имевшие влияние на ход истории и политические события в своих странах. В России, к примеру, 29 декабря 1809 года родилась будущая императрица Елизавета Петровна, дочь Петра Великого и Екатерины Первой. Во Франции 29 декабря 1827 года родилась знаменитая маркиза де Помпадур. Познакомившись с королем Людовиком XV, она сразила его красотой и остроумием, стала его официальной фавориткой. А кто в Самаре отмечает день рождения 29 декабря? Сейчас узнаем. Впереди самая позитивная рубрика «Поздравляем!» Сегодня рада поздравить с днем рождения директора Центра дополнительного образования детей «Искра» Плотникову Татьяну Юрьевну. Желаем, чтобы исполнилась самая заветная мечта, а работа приносила лишь удовольствие. Пусть хватает времени на отдых и семью, а между всеми сферами жизни сохраняется идеальный баланс. Пусть хватает времени на отдых и семью, Субтитры создавал DimaTorzok Словно колдовство Любовь окутала, повеяла тепло И мир обмана смыла искренним дождем Тебе и мне открыла истины свои Просты они, в любви даже есть И эта истина, как мир проста Как мир та истина, сердца свои Открыт любви, порой нам не легко Но верить надо, мир полон грез А счастье рядом с тобой должны Быть вместе мы Исповедь моя Чисто, как юность, и звучит она пока Под пенье ангелов летят, плывут века Любовь дана нам Богом раз и навсегда Нам навсегда В любви все же есть И эта истина, как мир проста Как мир та истина, сердца свои Открыт любви, порой нам не легко О, верить надо, мир полон грез А счастье рядом с тобой должны Быть вместе мы Где найти слова Такие добрые и нежные слова Чтобы рассказать мою историю любви И вспомнить, когда кружилась голова Мечтаньи 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 Вся жизнь борьба До обеда с голодом, после обеда со сном Чтобы эта фраза была не про вас Во-первых, вы должны раньше ложиться и высыпаться А во-вторых, завтракайте плотно Переходим к рубрике «Утренний бутерброд» Сегодня будем готовить пудинг По рецепту нашей телезрительницы Нелли Все необходимые ингредиенты вы видите на своих экранах Итак, разогрейте гриль в духовке В сотейнике доведите до кипения воду с солью И добавьте геркулес Уменьшите огонь и варите 3-5 минут Пока вся жидкость не впитается Добавьте сливки, корицу, 1 ложку сахара и семечки Хорошо перемешайте и разложите массу по 4 формам для пудинга Сверху выложите тонкие ломтики банана Затем 75 мл йогурта Все посыпьте коричневым сахаром И поставьте под гриль примерно на 1 минуту Пока сахар не закарамелизируется Подавайте горячим Или оставьте на ночь в холодильнике И подавайте холодным Мне кажется, должно получиться очень вкусно и красиво Вы тоже выкладывайте свой завтрак в инстаграм С хэштегом «ГИСЗАВТРАК» Внимание! Такие действия могут привести к подаркам Кто не любит подарки? Подарки любят все Но почему-то именно девушки относятся к подаркам более скрупулезнее, чем мужчины И вот наступает долгожданный миг Вы обмениваетесь подарками к Новому году И он дарит совсем не то, о чем вы мечтали Стоит ли расстраиваться? Нет, ни в коем случае Так как каждый подарок имеет особое значение И несет какую-то информацию для вас Давайте разбираться Прикольные подарки говорят о его экстраординарности С таким человеком вам не придется скучать Но если вы настроены серьезно, то, скорее всего, это не ваш вариант Так как этот молодой человек не готов пока к постоянным отношениям Если вам дарят драгоценности, то на вас имеют большие виды Кольцо может быть намеком на скорое предложение руки и сердца Но даже другие драгоценные украшения могут быть поводом задуматься о совместном будущем Сильный пол не любит тратиться по мелочам Мужчина, который любит свою женщину, знает, что любимым дополнением к основному подарку будут конфеты Если это коробка в виде сердца, она говорит сама за себя Если же это ассорти, задумайтесь, вас не могут раскусить Вы такая же разная, как эти конфеты Черный шоколад дарят страстным девушкам, а молочный тем, с кем и легко Конечно, ваш молодой человек и не задумывается над значением сладких подарков Но на подсознательном уровне выбирает шоколад, ассоциирующийся именно с вами Мягкие игрушки дарят девушкам романтичным Но загляните обязательно в кармашек или же корзинку вашего пушистого сюрприза Может быть в мешочке у мишки или зайчика лежит золотое колечко Означающее нечто большее, чем просто игрушка для любимой девушки Да и в конце концов, главное не подарок, а то, что с вами будет родной человек Идем дальше Ну, было дело, наряжали там в костюм Гарри Поттера, помню, когда я очки носил в первом классе Вот, было очень весело тоже Вот, но чаще, конечно, дедушкам наряжали в костюм Деда Мороза Вот, у меня редко Принцесса Был в такое платье красивое, купили как раз под Новый год Чувствовал у принцессы себя самозапоминающейся такое С зайцем, все время с зайцем наряжали В садике И каким-то космонавтом было еще в школе Ну, а так больше ничего особо не было Не помню, честно, не знаю Не помню, честно сказать, не помню Наряжалась, ну не помню А, чертиком наряжалась Было дело, чертиком наряжалась И запомнилось то, что Радостное настроение, наверное, эмоции А так больше, в принципе, ничего, наверное Но сам позитив Красная шапочка Передник Передник Красненький Самара, подъем! Всегда выгодно! Во вторник в Самарской области В Самаре пасмурно, небольшой снег Днем минус 9 градусов, ночью минус 13 Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду Атмосферное давление 755 миллиметров В ртутного столба Влажность воздуха 75%, я магнитное поле слабо возмущенное Прогноз погоды предоставлен погодным порталом Кесметио.ру Доброе утро! Интересно, для запоминания употребления глаголов «одеть» и «надеть» существует одно забавное правило «Одевают надежду, а надевают одежду» Забавно, в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» Главная героиня Надя, учительница русского языка Призносит фразу с оговоркой «Мое платье! Я забыла одеть мое праздничное платье!» С каждым, конечно, бывает, мы все люди Но все же, чтобы говорить правильно Предлагаю посмотреть нашу рубрику «Родная речь» Доброе утро! Меня зовут Татьяна Клушина И это рубрика «Родная речь» Многие из телезрителей часто сталкивались С трудным выбором написания частиц «не» и «ни» Существует два аспекта в их написании Первый – выбор гласный «е» или «и» Второй – слитное или раздельное написание Сегодня в рубрике мы остановимся на первом аспекте Частицы «не» и «ни» различны по своему значению Поэтому выбор гласный определяется смыслом Частица «не» имеет значение «отрицание» Ее нужно заменить словом «нет» Например, погода не испортилась Для проверки зададим вопрос Испортилась? Ответ «нет» Значит, следует писать частицу «не» Еще один способ проверки правильности выбора частицы Частицу «не» нельзя исключить из предложения Иначе изменится смысл Попробуем ее убрать Погода испортилась Общий смысл изменился Значит, следует писать частицу «не» Частица «ни» имеет два значения Первое – отрицание Ее можно заменить словом «и» Например, он не сказал ни слова Давайте попробуем исключить частицу «ни» из предложений И проверим, изменится ли смысл фразы Он не сказал слова Смысл фразы не изменился Поэтому пишем частицу «ни» Частица «ни» имеет еще одно значение Утверждение И ее можно заменить словом «да» Приведем пример Как не спешил, все равно опоздал Попробуем задать вопрос Спешил – ответ «да» Значит, следует писать частицу «ни» Попробуем исключить ее из предложения Как спешил, все равно опоздал Смысл фразы не изменился Поэтому опять следует писать частицу «ни» Особо отмечу случай двойного отрицания Когда смысл всей фразы имеет положительное значение Не мог не сказать, не мог не заметить В этом случае дважды пишется частица «не» На сегодня все До новых встреч Любите русский язык Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает Нет, успех приходит к тем, кто встает с хорошим настроением Специально для вас мы заготовили самые интересные видеоролики Начнем это утро с улыбки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 29 декабря Встречаем сегодня день из непростых В мыслях наверняка уже Новый год Но работу никто не отменял Мы верим, что сегодня вы все успеете Главное оставайтесь в компании телеканала «Самаргиз»